Мама, мама здесь! Мама, мама здесь! Мама, мама пришла! Он в одиночку мужественно выдержал все необходимые реанимационные процедуры и только увидев маму, впервые за два дня позволил себе эмоции. Маленькому Никите всего 10 месяцев. На днях он перенес серьезную операцию на сердце. Перед этим малыш неожиданно начал задыхаться. Рентген показал наличие жидкости в грудном отделе. Сначала медики заподозрили пневмонию, но все оказалось гораздо хуже. У нас начала копиться жидкость в плевральной полости. И нас на следующие сутки перевезли сюда на реанимобиле. И уже вот здесь, в третьи сутки, находится мой сын в реанимации. Была оказана помощь по зондированию. Узнали, что есть суженные участки стеноза вот этих сосудов кровеносных. Вот это сделали. Сейчас мы отходим. То есть все благополучно у нас прошло. И дай бог, скоро мы будем вместе. У Никиты врожденный порог сердца. С рождения он под контролем специалистов самарского кардиодиспансера. Именно здесь установили крохотный сосудистый шунт на 10-м дне жизни. Позже обеспечили работу малого круга кровообращения, заменив неработающий желудочек собственной веной. Это помогло вынести жаркое лето, рассказывает мама Никиты. Очень вам благодарна, что лечит. Сердечно-сосудистые заболевания у детей часто выявляются на стадии внутриутробного развития. В год в Самаре проводится порядка 250 операций пациентам с врожденными патологиями. В том числе самых сложных. Мы оперируем всю патологию, в принципе, врожденную сердце, которое существует. В некоторых ситуациях мы буквально в первые сутки жизни ребенок сразу из роддома едет на операционный стол. Ну и кроме этого, у нас достаточно большой объем пациентов с кардиологической патологией, с нарушениями ритма сердца, с воспалительными заболеваниями, миокарда. Собственно, все, кто в Самарской области нуждаются в такой помощи, они все первоначально проходят через наше отделение в любом случае. Каждый житель области, страдающий болезнями сердца, стоит на учете в Самарском кардиодиспансере. Даже после успешной операции и выписки, медики продолжают наблюдать и консультировать своих пациентов. Порой пожизненно. Не сбавляет темпов и в период пандемии. Порядка 85% всех людей, которые здесь находятся, это люди, поступившие по скорой медицинской помощи. То есть это люди, которым нужна срочная помощь, иногда даже в пределах минут. Поэтому в этом году, как и в прошлом, мы работаем в полном объеме. Мы выполняем все те операции, которые и выполняли до ковидной эпохи. Областной кардиодиспансер принимает на лечение и жителей Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей. Оборудование здесь регулярно обновляют. Так, наличие новейших рентгеноперационных позволяет лечить пациентов с острым коронарным синдромом, с нарушением сердечного ритма, проводить открытые операции на сердце без рисков и осложнений. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.